Дух Катерины Фёдоровны, явись! Дух Катерины Фёдоровны, явись! Дух Катерины Фёдоровны, явись! Дух Катерины Федоровны, явись. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Я тебя иду искать. Я тебя иду искать. Я тебя иду искать. У меня для вас есть новости. Очень надеялась, что я ждала. Я… Я видела, как покойница испугалась той гребенки, которую вы мне принесли. Видели? Во сне видела. Гребенка, волосы… Ее отравили через волосы? Ну, вы не торопитесь с выводами. Я иду к Штольману в участок. Он должен об этом знать. А знаете что, пойдемте вместе. Я за вами зайду по часам два. Хорошо? Хорошо. А сейчас… Сейчас мне пора. Анна Николаевна. Да. Как бы мне хотелось, чтобы всего этого не было. Чтобы мы с вами встречались просто, без этих унизительных хлопот. Просто гуляли по парку. Да я тоже этого хочу. Благородие. Благородие. Прощения просим. Дозвольте два слова. А что такое? Барин собрал чемодан и нам велел всем уезжать. Продаю, мол, имение. Кому продает? Как? Мишка Кучер отвез барина к банку господина Бармина. От Дедова на вокзал. Аккурат к десятичасовому поезду. Нельзя ли что поделать, господин следователь? Куда же нам всем деваться? Не делай это, братец, полиция. К новому владельцу обращайтесь. Пойдем. Курносову в розыск обилить срочно. Вчера я видел, как Курносов разговаривал с Потоцкой. А что кофер? Ничего, сходил в банк и вернулся в салон. Отправляйтесь-ка в банк и расспросите господина Бармина во всех обстоятельствах сделки. Ваше сиятельство. Как приказывали. Привет, Элис. Как вы? Вы помните меня? Я Кирилл Владимирович. И вы живете сейчас в моем доме. Она всегда такая? Всегда. Оживает только, когда приходит Анна Миронова. Ей ведь можно у нее бывать? Ну, конечно. Я же разрешил. Странная Анна Миронова. Читает ей какие-то стихи по-английски. Это ничего. Вы ступайте, я вас позову. Итак, вы меня совсем не узнаете? Я друг вашего отца. Я приходил к вам домой, когда вам было 10 лет. Приносил разные книжки, а вы читали мне стихи собственного сочинения. Вы помните? Вы писали эти прекрасные стихи в своем синем блокноте. Как там? В доме черная собака, роза белая в саду, я иду, я иду. Звезды синие во мраке ждут, пока я упаду. Я иду, я иду, потеряю, не найду. Ах-х-х! Вы помните? Помогите мне, Эльс. Как там было? Я иду, я иду, потеряю, не найду. И все же я прошу вас дать мне ответ. По какому делу к вам приезжал господин Курносов? Однако это тайна коммерции. Мы имеем основания подозревать господина Курносова в совершении тяжких преступлений. Уклоняясь от ответа, вы покрываете преступника. Или же вы являетесь сообщником. Что? Я, господин полицейский, законов не приступал. И репутацию имею соответственную. Охотно верю. В таком случае прошу вас ответить нам все мои вопросы. Господин Курносов предложил выгодную сделку. Продать имение в полцены. Любопытно. Вернее, не само имение, а доверенность на распоряжение наследством. Любопытно. Глупо было бы не согласиться. Отличное предложение. А деньги? Деньги вы выдали ему сразу? Нет. 20% господин Курносов распорядился положить в номерную ячейку. Остальное он забрал наличными и векселями. Прошу прощения, по поводу номерной ячейки вы не могли бы разъяснить? Номерная ячейка. Любой желающий при наличии ключа и расписки от господина Курносова может забрать оттуда деньги. Ах, вот оно что. Они еще там? Нет. Их забрали. Сегодня утром. Как? Кто? Госпожа Анастасия Потоцкая. Возможно ли это? Войдите. Вы? Чем обязан? Господин Терентьев умер сегодня ночью. Я видел, как он умирал. Так вот, перед смертью он во всем признался. Да что вам-то мог наболтать этот низкий лбун? Ведь к тому же он уже умер. Зато господин Курносов покажи. Вскоре его привезут в город, а пока извольте отдать деньги, которые вы получили в банке, по его расписке. Ну, разве ж я могу противиться грубой силе? Извольте. Простите, у вас в руке. Что это? Духи. Позвольте. Антон Андреевич, не открывайте. Это может быть яд, который действует на вдыхание. Но в таком случае, как отравительница осталась в живых? Это я? Это я отравительница? Господа, я вас решительно не понимаю. Мы поговорим об этом в управлении. Заберите это на экспертизу доктору Милцу. Собирайтесь. Вы арестованы. Это он. Пришел погадать, а затем спросил, нельзя ли напустить на тетушку какую-нибудь болезнь. Обещал денег заплатить. Я лишь продала ему яд. А уж травить тетушку, это был его выбор. Послушайте, это, это не правда. Я, я до сих пор не знаю, каким колдовством она убила тетушку. Так как? Мало того, она еще угрожала мне. Говорила, что если, если я ей не заплачу, то она меня убьет. Ну, как с этим, который пытался. Ну, в газетах с утра читали же. Причастности к убийству Иванова Сокольской вы уже изобличены. Доказать убийство обоих Терентьевых будет несложно. Так что советую вам покаяться. А вы, господин следователь, не священник. Уведите этого низкого человека, я при нем говорить не хочу. Господин, господин следователь, я… Уведите. Господи, арестуйте ее, заточите ее в кандалы, а грабите здесь все святой водой. Вы что это? Ну, а что, рассказываете? Терентьев действительно ходил ко мне, обещал жениться, я ему поверила. Да брось, про яд рассказывайте. Да все просто. Дала я Терентьеву яд, он батюшку и отравил. А потом объявил, что денег не отдаст. Вот я его самого и убила. А Курносов? По объявлению пришел. Начал намекать, что не хочет потерять состояние. А теперь все на меня свалить хочет. А каков рецепт вашего яда? Этот секрет я унесу с собой в могилу. Может нужно сообщить кому-то о вашем аресте? Нет, я одна. Да, насчет… насчет предсказания. Я вам не солгала. Берегите эту девушку. Видит Бог, я не желаю ей беды. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Антон Андреевич? Да. Выводите, Антон Андреевич. Войдите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Анна Викторовна. День добрый. Яков Платоныч. Здрасте. Мы к вам по… по известному вам делу. Присаживайтесь. Я слушаю. Хорошо. Это куафер. Все указывает на него. Что именно? Он… Я видела Катерину Федоровну. И по некоторым причинам… Анна Викторовна. Анна Викторовна. Анна Викторовна. Вы не верите, да? А насколько мне известно… Анна… Вы что, хотите, чтобы я арестовал человека только за то, что он занимается своим делом? Нет, вы вероятно хотите, чтобы убийца продолжал свое черное дело. Антон Андреевич, продолжайте наблюдение за парикмахером, куафером. Но вы же говорили… Если он как-то связан с этим делом, то после ареста Потоцкой он себя выдаст. А самое главное, я не хочу, чтобы Анна Викторовна сунулась к нему. Вы же знаете ее характер. Я вас понял, Яков Платоныч. А что касается госпожи Потоцкой… Впрочем, ничего. К вам, Иван Савельевич, позволите? Пожалуйста. Прошу вас. Штольман, Яков Платоныч следователь. Корниловна, идите. А что, извольте? Ник, это вы новый хозяин дома? Точно так. Молодый. Вы позволите? Присаживайтесь. Благодарю. Меня интересует ваша родственная связь с покойным хозяином дома. Минутку. Вот свидетельство о венчании моих родителей. Это грустная история. Батюшка соблазнил матушку, когда она еще была девицей. Отец матушки принудил батюшку тайно венчаться. Однако после венчания батюшка сбежал. Это что ж, получается, что Терентьев старшие двоеженец? Нет. Матушка скончалась в родах. И во второй раз отец женился уже после ее смерти. А я остался на воспитании у деда и взял его фамилию. Мне придется взять этот документ на экспертизу. Это еще зачем? Обстоятельства смерти Терентьевых вызывают подозрения. А я здесь при чем? Ну, вы же захотите вступить в наследство? Наследство. Это последнее, что я бы хотел получить от отца. В средствах я не нуждаюсь. Ну, если уж так случилось, отчего бы не получить. Ну вот, тогда вам будет легче доказать свое родство, когда документ пройдет проверку. Что ж, пожалуй, возьмите. Благодарю. Честь имею. Я проведу вас. Кстати, хорошую сюртуху у Цейтхеля заказывали. На Невском. У Бронштейна на Кузнецком. Я сюда прямо из Москвы. Прекрасный вкус. Благодарю. Ох, улыбки до ушей от сатонских калачей. Не печалься и не плачь. Покупай скорее калач. Эй, ой, покупай скорее калач. Кто таков, кто разрешил? Антон Андреич. Давай, Степан Гаврилович. Я тут по заданию. Понял. Служба? Эй, калачи с начинкой. Калачи, калачи. Бросим прощения. Не признали? Ты с ума меня святишь. Решу. Иди отсюда. Молчи. Ну. Угощаем у басяка и подруженьку твою. Эй, эй, калачи с начинкой. За мной, ну. Ты у меня признаешься, если жить хочешь, гад. Отпустите меня. Прекратить полицию! Я требую арестовать этого гэста! Вы задержаны. Вон преступник, где я. Вы задержаны! Вы размахивали оружием в участок его живота. Слушайте. И грозился меня убить. Объясниться не желаете? Господи, да я его хотел заставить признаться. И вы сами знаете в чем. Отведите поручика в камеру, пусть посидит и подумает. Слушай, сука. Вы с ума сошли, что ли? Покрываете убийцу, а? Мне это нравится. Убийца! Петлицкий Михаил Юрьевич? Да. Неужто поручик попросту хотел вас убить? Он нес какую-то чушь? Обвинил меня в убийстве помещицы Сокольской. Вы знаете, кто-то распускает обо мне слухи. И я прошу вас, я требую защитить мое честное имя! Напишите жалобу дежурному, а мы разберемся. С удовольствием. А вам самому-то не кажется странным, что в последние несколько месяцев умерло трое ваших клиентов? Очень. Очень даже кажется. Только я-то тут при чем? Действительно. Не смею вас задерживать. Благодарю. Да. Похоже, он и вправду ни при чем. Либо очень хороший артист. Наблюдение с него придется снимать. Так как вы, Антон Андреич, тоже были замечены. А что мне оставалось делать, Яков Платоныч? Да. Сделайте запрос в Москву по господину Засокину. Попросите, чтобы они навестили салон Бронштейна на Кузнецком. Узнали, как часто он там заказывает платье. С кем был последний раз и прочее. Переоденьтесь уже. Все понял. Будет сделано. Какая цепь? К этому яду существует противоядие. Вы же знаете? Не агония. Что с вами? Расплата. Это горячие. Что, это яд? Ну, к этому яду должно быть противоядие. Где противоядие? Не нужно. На меня вернется цепь. Какая цепь? К этому яду существует противоядие. Вы же знаете? Что это? Где противоядие? Где? Добрый день, господин Мишель. Вы помните меня? Не ожидал вас здесь увидеть, Анна Викторовна. Чем обязан? Я пришла просить за господина Шумского. Очень он сожалеет о том, что случилось. И если бы вы могли забрать вашу жалобу… То что? Предложите мне деньги? А кто вернет мне доброе имя? Между прочим, это вы стали меня подозревать. И из-за вас я сейчас полностью лишен практики. Послушайте, я никому ничего не говорила. У вас в доме есть прислуга. Она могла все слышать. Этого достаточно. И между прочим, репутация делается годами. А портится в один миг. Я ничего не хотела. Вы смелая. Считаете меня отравителем. Но пришли просить за жениха. А что, если я действительно убийца? Анна Викторовна! Анна Викторовна! Анна Викторовна! Войдите. Здравствуйте, господа! День добрый. Александр Николаевич, а что случилось? А… Решил на этот раз сам прийти. Проходите, присаживайтесь. Благодарю. Сегодня ко мне приходил некто Засокин. Якобы сын Савелия Терентьева. С вашей бумагой и за вашей подписью. Якобы вы взяли документы, которые подтверждают его родство спокойным Савелий Наумовичем. Ну да, я действительно забрал в него этот документ. И что же? Так вот, этот Засокин хотел мне по дешевке сплавить свое наследство. Точно так же, как это сделал господин Курносов. За доверенность. Анна Викторовна. Да, да, да. Просыпаемся. Обалдирова. Анна Викторовна. Тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Как себя чувствуете? Душно просто, извините. Я непременно напишу эту бумагу. Полный отказ к претензии господину поручику. Я же не хочу портить ему жизнь. Хотя он мне ее как раз таки испортил. Все в порядке? Да, я благодарю. Ваши документы оказались поддельны. Да, да. Конечно. Я все скажу. Это Потоцкая предложила сыграть роль наследника. Сказала, что при смерти богатый одинокий человек. Вот я и согласился. Поддел документы. Письмо с подписью Терентьева привезла Потоцкая. А свидетельство о венчании вовсе легко подделать. Но об отравлениях я не знал. Я не убийца, господин следователь. Да бросьте изображать из себя жертву. Все изначально вы знали. Да вы ошибаетесь. Как только я понял, что пахнет жареным, я сразу хотел уйти. Да только вот. Как только я получу деньги, я должен дать объявление в местную газету о продаже самовара. Вечером того же дня передать деньги в трактире. Да. Чего-то мы точно не учли. Вряд ли он заготовил это сам. Тогда должен быть кто-то еще. Сообщник Потоцкой. Я правда не знаю. Я боюсь из своей жизни. Посадите меня в тюрьму. Тем самым вы меня спасете. Арестовать вас сейчас значит упустить преступника. А если хотите помощи, то и нам помогите. Это учтется вам на суде. Я все сделаю. Сделайте так, как сказано в письме. За вами будет постоянно наблюдать наш человек. Я все сделаю. Я понял. Значит, немедля в банк за деньгами, а потом в газету дать объявление. Да. Вот. Получил письмо от куафера. Этого достаточно, чтобы снять с Шумского обвинения. Так что Штольману придется его отпускать. Ваш куафер оказался вполне приличным человеком. А мог бы ведь и денег потребовать. Получается, что я ошиблась? Ну, выходит, что так. Да. К вам их сиятельство, князь Разумовский. Ого. Прости. Почтение. Анна Викторовна. Виктор Иванович. Рад вас видеть, князь. Ах, прошу прощения. Я вынуждена вас покинуть. Виктор Иванович, позвольте к делу без предисловий. Мне чрезвычайно нравится ваш способ вести дела. И я хотел бы сотрудничать с вами на постоянной основе. Поскольку я намерен прочно обосноваться в Затонске, я предлагаю вам быть поверенным во всех моих делах. Ну, что же, это весьма интересное предложение. Я понимаю, что вам нужно подумать. Ну, что ж тут думать. Я весьма опольщен этим предложением и с благодарностью его принимаю. Я очень рад. Княгу. А это кстати. Очень рад. Будем здоровы. За плодотворное сотрудничество. По правде говоря, есть одна особая причина, по какой я обращаюсь к вам. Дело в том, что я предвижу некоторые недружественные действия со стороны известного вам господина Штольмана. Я понимаю, что вы удивлены. Но тем не менее, вы знаете наши прежние отношения. А Штольман ничего не забыл. Я считаю, что мне может понадобиться защита такого хорошего адвоката, как вы. Сделаю все, что в моих силах. Разумеется, в рамках закона. Анна Викторовна, как же красиво и уютно вы здесь сидите. А я только что от Элис. Вы заходили сегодня к ней? Да. Я нашла ее очень напуганную. Ну, это понятно. Она не вполне еще освоилась, но это пройдет со временем. Да, конечно. Я вам очень признательна за то, что вы сделали для нее. Это… это правда очень великодушно. Да, полностью. Да. Делаю, что могу. А можно полюбопытствовать, что вы читаете? Что-нибудь мистическое? Нет. Это просто роман. Да, конечно. Нужно иногда отвлечься, особенно при вашей насыщенной внутренней жизни. Вы знаете, я хотел бы поспособствовать развитию ваших необыкновенных способностей, вашего дара. Каким образом? Я же вижу, как вы бьетесь одна. А мы бы могли организовать своего рода кружок во главе с вами. Собирались бы в моем доме, изучали бы ваши способности. Тот удивительный мир, в который только вы имеете возможность заглянуть. Я бы приглашал Анна Светлана Гути из Петербурга, с которыми я лично знаком. Это все очень интересно. Что с вами? Извините. Что-то мне не здоровится. Что с вами? Извините. Да, да, конечно. Но вы подумайте. Что такое? Парышня! Господи, да что же это такое, а? Да что же это такое? Анна, Анна, что такое? Анна, что случилось? Анна, Анна! Анна! Анет, что происходит? Так, ну-ка, все вон из комнаты. Что стоишь, дура за доктора. Я здесь же. Анна Ветровна, это нужно выпить. Прошу вас. Да, да. Что, Александр Францович? Мария Тимофеевна, господа, вы, как говорится, люди у меня не посторонние, поэтому, мол, лгать вам я не имею права. Положение практически безнадежное, если тот самый я, о котором я думаю. Так что, то ненадеж практически никаких остается надеяться на Всевышнего. Господи, неужели ничего поделать нельзя? К несчастью, Яков Платоныч не смог поймать сообщника. А у того точно, у того совершенно точно есть противоядие. А у того, что я не могу сказать, что этот человек не помогает. А у того, что это не такое? А у того, что это не такое? А у того, что это не так? Не похоже, чтоб засуги нас здесь ждали. И они что-то не торопятся. А что за детские разговоры, Антон Андреич? Терпение нужно вырабатывать. Вы знаете, иногда терпение может вспыхнуть, как солома. Яков Платоныч! Что случилось? Виноваты, Яков Платоныч. Я углядел. По дороге напали. Меня сзади по голове Засокин вообще выстрел в сердце. Как? Деньги забрали. Кто? Ты их видел? Не знаю, не видел. Ну, как же я? Лекаря суда и городовых вызывайте. Не в трактире он должен был деньги забрать, а по дороге к нему. Поехали к Мишелю, быстро. Теперь-то вы понимаете, что это он? Нет, ну и других вариантов нет. Окажите ему помощь. Яков Платоныш. Б// БП 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несвестно! Полиция? Очень кстати. Вы? Вы что тут делаете? Еще противоядие. Анна Викторовна умирает. Это он ее отравил, когда она к нему приходила. Прекратить! Да послушайте, дорога, каждая секунда, у нее те же симптомы! И почему же я должна поверить? Потому что не поверю, вы убьете Анну. Яков Платоныч, посмотрите! Посмотрите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Госпожа Лефлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он ее сын. С чего взяли, что он дом Нептовской, по имени Холосгарда? Ночью ни один извозчик из города не поедет. Поездов в это время нет. А он достаточно умен, чтобы понимать, мы его будем искать. Объявим в розыск. А в доме матери мы его искать не будем. Откройте, полиция! За окнаю присмотрите. ТОНЕМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышите! Слышите! Стоять! В доме его оттащите! Руку! Где противоядие? Я сделаю противоядие. Но вы меня отпустите. Совсем. Вы шутите? Вы в своем уме после стольких смертей? Антон Андреевич, пускай провалят их к чертовой матери. Лишь бы спасти Анну. Отпущу. Но где гарантия, что Анна Викторовна будет здорова? Да поеду я с вами. Дам я противоядие. Вы сами во все убедитесь. Она совсем скоро пойдет на поправку. Но! Вы меня отпускаете. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Все готово. Дадите ей выпить и через полчаса убедитесь, что с ней все в порядке. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Прошу вас. Уведите его. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Яков Платоныч. Доктор! Доктор! Рассказывайте. Потоцкая – это ваша мать? Когда она меня нашла, постепенно передала мне все свои навыки. Они мне потом, кстати, в профессии кооферы пригодились. Меня ваша профессия не интересует. Кто придумал травить и договариваться с наследниками? Ну, как-то само пришло. Мать занималась гаданием. Как-то пришел очередной наследничек. Мы решили, чего зря семейному секрету пропадать. Так и жили. Дело сделали, переехали. Знаете, самое интересное, что в каждом городе находился клиент. Такая вот людская натура. А зачем, зачем вы придумали все это с Анной Викторовной? Вы что, заранее это продумали? Разумеется. В каждом городе мы выясняли, кто начальник полиции, кто занимается следствием. Ну, какие-то слабые места. Ну, это так, на всякий случай. А вот как раз вашим слабым местом оказалась Анна Викторовна. Я могу понять, что вам наплевать на людей, но неужели вам не жаль родную мать? Она меня жалела, когда в сиротский дом отдавала. Господа, а у меня хорошая новость. У Анны Викторовны кризис миновал. Вы уверены, доктор? Я, Владимирович. Я абсолютно уверен. Ну, так что, господа, отпускайте. У вас есть один день. Завтра вы будете объявлены в розыск во всей империи. Мы так не договаривались. Мы договаривались, что отпущу вас. Но это не значит, что я спокойно дам вам убивать и дальше. Идите. Владимир Платоныч, вы не хотите навестить Анну Викторовну? Не стоит тебя сейчас беспокоить, Антон Андреевич. Александр Францевич, вы уверены, что теперь можно ничего не опасаться? Абсолютно уверен. У Анны Викторовны безумительная и легкая. Они совершенно очистят. Мама, а Яков Платоныч, или мне показалось, он был здесь, но ушел. Он не хотел тебя беспокоить. Он очень тебя любит. Он не помог. Господа, все-таки Анна Викторовна еще слишком слаба. Давайте не будем обеспокоить. Анна Викторовна. Анна Викторовна, прошу прощения. Я понимаю, что сейчас не время. Но мне нужно вас спросить. Вы же видите все. Вы все видите. Скажите, есть у меня хоть небольшая надежда? Вы же понимаете? Я непременно должна ответить сейчас. Да, мне это очень важно. Иван, вы для меня друг. Простите меня. Что ж, значит, так тому и быть. Простите меня. Простите меня. Простите меня. Не забывайте. Вы обещали? Это вам Штольман обещал. Не я. Понимаешь, дядя, я тогда ведь не поняла, почему он так настойчиво ответа просил. Может быть, если бы я ему «да» сказала, он бы не пошел коферу убивать. Ты хотела сказать «да»? Но нет. Но я бы могла его обмануть. И тогда бы он не стал убийцей. Ну. Сделанного не вернешь. Да и кто знает, сколько бы еще душ погубил этот кофер. Шумский поступил, верно? По совести. Хотя и против закона. Да и Штольман твой тоже. Ради твоего же спасения отпустил убийцу. Мой Штольман. Яков Платоныч, доктор Милл достал пулю из тела Мишеля. Револьверная. Уверен, что этого револьвера мы уже никогда не найдем. Да. Да, я тоже думал об этом. Почему вы так спокойны после всего того, что произошло? Антон Андреевич, у нас много работы. Извольте написать рапорт о том, как вчера мы упустили опасного преступника. Но ведь очевидно, что кто-то из родственников бывших жертв свел с ним счеты. Именно так кто-то приехал за ним издалека. Шумский. Он приезжий. Я точно помню, что Шумский умчался от Мироновых прямо на вокзал, не попрощавшись. Яков Платоныч. Вот первое нераскрытое дело. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Думаю... Субтитры создавал DimaTorzok Думаю... Думаю... Заплутало может... Ночью не мудрено в нашей глуши Только бы с ним ничего не случилось, только бы… Да Бог не допустит. То есть, напротив, он допустит, я обвенчаю вас в честь по чести. Потому что это дело богоугодное. Слава Богу, милый. Ну, наконец-то. Достойно и есть тех воистину блажить тебя, Богородицу, присно блаженную, пренепорочную, материю Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнений, Серафим. Без искрения богослово, росшую сущую, Богородицу, тебе лечаем. Венчается раба Божий Сергий, рабе Божией Лидии. Венчается раба Божией Лидии, рабе Божией Сергию. Согласен ли ты? Ну? Согласен ли ты, раба Божия? Да. Согласен ли ты? Да. Кто вы? Кто это? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я тебя иду искать. КОНЕЦ КОНЕЦ Львов. Сергей Антонович. Пехотный поручик. Живет здесь уже неделю. В какое время он вчера пришел? Часов около семи. В девять к нему приходила дама. Что за дама? Молодая. Из благородных. Поручик при оружии был? Да. Вот кобура. Кобуру то я вижу. Вот только револьвера нет. Не могу знать. Я в кобуру не заглядывал. Ярд Платоныч. Ну, по моей части я могу сказать следующее. Явных повреждений я на теле не нашел. Точнее я скажу только после вскрытия. Да. Пробы с шампанским я, конечно, возьму на анализ. Думаете, отравили? Я пока ничего не думаю. Ежели основная версия самоубийства, то с вашего позволения разорву покрывало сомнение вопросом. Зачем офицеру травиться, если у него револьвер? Вот вопрос. А был ли револьвер? По форме одежды, если у офицера есть кобура, значит должен быть револьвер. Скажите, а после к поручику кто-нибудь приходил ночью или утром? Никак нет. Антон Андреевич, счета неоплачены. Некоторые двухмесячные давности. Я приобщу их к делу. Так, господа, вы не обращали внимание, что долги, молния, шампанское, эта троица зачастую идет вместе? Ящики стола убирают после каждого клиента? Конечно. Мы приличное заведение. Так я и думал. Яков Платоныч. Что? Свежие царапины на замке. Дверь, очевидно, была открыта отмычками. Уверены? Ну вот, взгляните сами. Смею предположить, что кто-то пришел к поручику без приглашения. Вот только до или после. Барыш, не стойте. Что случилось? Что случилось? Пустите меня! Пустите меня! Пустите! Сережа… Мы… Мы долго его ждали. И вот он вошел. Мы встали к нему. И вдруг я увидела, что это не он. Мне очень жаль. Крепитесь. Вы… Видели этого человека раньше? Нет, никогда. Вы знали, что поручик Львов здесь остановился, в гостинице? Да, конечно. Он не мог больше находиться в родительском доме. Он поссорился с отцом, который не дал нам благословения. Поэтому венчание было тайное. А где же вы были столько времени? Почему пришли только теперь? Так церковь же находится далеко. Еще гроза была. Все дороги развезло. Да, это так. Мы с кучером только к полудню в город едва добрались. Как это могло произойти? Как это случилось? К сожалению, это пока нам не известно. Голубушка, успокойтесь. Вот выпейте, пожалуйста. Это успокоительное. Александр Францевич, вы проводите госпожу Полчину домой, но и окажите помощь, если потребуется. Разумеется. Эта барышня приходила вчера вечером к Увидову. Все пройдет. Не волнуйтесь. Боли утихнет. Нет. Другая. Эту я здесь не видел. Поручик посылал кому-то письма, записки, депеши? Да. Было такое. Два раза я вызывал к нему посыльного. Где посыльный? Прошу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот он. Васька, будь сюда. Ты кому носил письма офицера из двадцать пятого номера? В дом его отца на проездную. Но письмо было его сестре, я лично передал. Еще в контору купца Тимохина. Отвыл конторщику. Тимохин, говорите. Хорошо, спасибо. Свободны. Свободен. А, ну да. Стало быть, к нему вчера сестра приезжала. Как правило, шампанское с сестрами не пьют. Это надо у нее спросить. Не нужно соваться в родительский дом, Антон Андреевич. Пока мы точно не знаем, что произошло. Дождемся заключения доктора Миллса. А вы, вы поезжайте в церковь, поговорите с батюшкой. Может быть, он что-то знает об этом женихе. Полагаете, что самозванец, который связан со смертью поручика? Вы же знаете, я не верю в совпадение. Бой, бот, бот. Билд, билд, билд. Кэн, ку... Нет, 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 это нет. В пятницу, в два часа. В пятницу, в два часа. Бабушка, к вам пришли. Кэн, ку... Да, да, конечно. Не опаздывай. До свидания, Виктор. Анна Викторовна, голубушка, вы уж, ради Бога, нас простите, что мы без приглашения, но больно важное дело. Ну, что вы, доктор, я всегда вам рада. Позвольте мне представить вам Колчина Людью Степановну. Очень приятно. Я много слышала о вас. Что стряслось? Я полагаю, Людья Степановна сама расскажет о своем деле. Позвольте мне вас украсть буквально на пару слов. Видите ли, эта девушка только что потеряла своего жениха. Его нашли мертвым в гостинице. Какой ужас. Да. Так вот, Яков Платоныч просил отвезти ее домой, но видя ее душевное состояние, я взял на себя смелость и привез ее к вам. Я думаю, что возможность пообщаться с духом покойного, ну, пусть даже иллюзорной… Доктор, ну почему же иллюзорной? Ну, не обижайтесь на меня, драгоценная Анна Викторовна. Я всего лишь лекарь и в тонких материях не очень силен. Ну, пожалуйста, выделите ей, может, больше внимания. Сделаю все, что в моих силах. Прошу. Ну-с, оставляю вас с заботом, Анна Викторовна. Она милейший человек. Я надеюсь, вы домой доберетесь. Да-да, конечно, не беспокойтесь. Что ж, желаю вам здравствуйте. Всего хорошего. Всего хорошего. Что же мы стоим? Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Может быть, кофе? Нет, спасибо. Я… Я полагаю, доктор рассказал вам о моем несчастье. Да. Он сказал, что вы мне можете помочь. Поговорить с вашим женихом. Да. Я слышала о ваших способностях. Скажите, это действительно возможно? Возможно. Возможно. Если вы этого хотите. Я хочу. Устройте мне с ним свидание. Я хочу узнать, как это с ним произошло. Сударь, вас ожидают? Полагаю, что нет. Скажите, любезный. Я поручик Львов. Бывал здесь. Так вы из полиции? Бедняга Львов. Отчего он скончался? Пока причины неизвестны, а… Говорят, отравился. Вот так по Саше. Так вы знакомы? Еще бы. Капитан Касаткин. Павел Юграфович. Следователь Штольман Яков Платонович. Прошу вас. Благодарю. А вы в каком чине? Надворный советник. Видать, важное дело, если им занимается чиновник такого ранга. Что вы можете сказать о покойниках? Ну, о покойниках сами знаете. Но, с другой стороны, веселый был малый. Кутила и задира. На прежнем месте службы убил сослуживца на дуэли. Так его из полка уволили. Если бы не хлопоты папеньки, отставка была бы вчистую. А так его к нам перевели в штаб гарнизона. Но он и здесь чудил много. И в каком же это роде чудил? Да все в том же. На дуэль вызвал поручика Кожина. Приятелями были закадычными. А потом какая-то кошка между ними пробежала. К тому же, говорят, Кожин за сестрой Львова ухаживал. И вдруг вызов. И чем же дело кончилось? Да ничем. Не было дуэли. Отделались взаимными извинениями, что довольно странно. Уж если стреляться, так стреляться. Уж будьте любезны. Чего же на попятной. А это, знаете, офицерским судом чести попахивает. Скажите, а поручик Кожин, он бывает здесь? Ну, а то как же. Ну, вот уж дня три, как я его не видел. Ну, что, благодарю вас, капитан. Да не за что. Не слабоговорить или поддержать компанию? Благодарю, на службе. Честь имею. Дух Сергея Львова, явись. Дух Сергея Львова, явись. Дух Сергея Львова, явись мне. Он почему-то не отвечает. Наверное, ему что-то мешает. Может быть, ваше присутствие. Он не хочет меня видеть? Ну, почему обязательно не хочет? Мы же не знаем его причин. Мне кажется, ему нужно время. Ну, я буду продолжать попытки. И как только будет какой-то результат, я вас обязательно извещу. Я очень на вас надеюсь. Ведь вы единственная, кто может мне помочь. Мне обязательно нужно с ним поговорить. Конечно. Я и обещаю вам, я сделаю все, что в моих силах. Он задушен. Уверенный? Абсолютно. Дело в том, что во время вскрытия я обнаружил характерные признаки асфиксии. Ну, например… Вот, я вам уверен, но нет никаких следов борьбы и ни следов на шее. Я вам поясню. Дело в том, что в шампанском, которое он пил, была очень большая доза снотворного. Так… Но! Она его не убила. Она всего лишь погрузила его вот в такой глубокий сон. Задушили подушкой? Ну, вероятнее всего. Гости подсыпала снотворное в шампанское, а потом, потом задушила. Или после этого пришел кто-то… Это вам, Энди. И револьвер унес, но зачем? Не ради же револьвера убийство затерялось. Вы знаете ли, револьвер из-под полы в полсотни рублей стоит. Сомнительный промысел убивать поручиков ради револьверов. Анюта, а почему ты не завтракала? А я чай пила. Как прошел урок? Как обычно. Ученик ленится. Делать ничего не хочет. Доктор Милс заходил? Да. Заходил на минутку поздороваться. Странно. А с нами он не поздоровался? А вам он кланяться велел. Торопился очень. А что за барышня с ним была? Лиза Колчина – это, кажется, его пациентка. Но она ушла много позже, чем доктор. Мам, ну, посплетничали мы немножко. Вот как? Ты ей посплетничала? С трудом верится. Мама! Нет, ну, это невыносимо, наконец. Я здесь под арестом? Я жалею, что я вас послушала и не поехала на бестужевские курсы. Дорогая, ну, нельзя же так, в самом деле. А что такое? Ладно же, не поднадзорная в собственном доме. Да это я поднадзорная. Спросить уже ничего нельзя. Или я не имею права знать, что происходит в нашем доме, кто к нам приходит или зачем. Господи, я с ума сойду от этих звуков. Просковья! Завари мне пустырника! Просковья! Яков Платоныч, вы от меня прячетесь? Ну, что ты? Почему ты так решила? Я тебя не вижу. Извини, много дел. Может, все-таки присядешь? Если кто-то умер, он может подождать. Я действительно спешу. А я думала, что после нашей прогулки в лесу, мы будем вместе. Так мы вместе. Я не заметила. Анна Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Идите к нам. Извините, я тороплюсь. Яков, я вам помешала? Вы должны были здесь встретиться. С чего ты взяла? Анна Викторовна, как только меня увидела, сразу побежала в обратную сторону. Извини. И ты спешишь. Убийство произошло. Я зайду к тебе вечером. Прискорбно это все. Печально. Теперь и невеста венчана, неизвестно с кем. Как ей теперь жить-то? Она ж пред Богом мужняя жена до скончания века. Грех-то какой. На этом самозванца. Вот люди пошли. Ни стыда, ни совести. А она-то куда глядела? Что же она не разглядела, а сразу? Так, на свечах экономим. Приход-то не богатый. Да и он в бушлыке был до самых глаз. Военные военные, кто его разберет? Это уж когда-то поцелуи дело дошло. Что же они и кольцами обвинялись? А как же? И он ушел с кольцом. Убежал с кольцом на пальцы ирод. И тем приковал невинную душу к себе на веки веков. Антихрист. Тьфу. Прости, господи. А венчать тайно? Не грех ли? В блуде жить. Вот грех. А венчаться дело богоугодное. Без родительского благословения оно, конечно. Вы уж, Антон Андреевич, не выдайте. Если в епархии узнают, отымут у меня приход. Вот уж как выйдет. Дело не шуточное. Убийство все же. Я понимаю. Но просьбу вашу я Яков Платоновичу передам. Следователю. Уж будьте добреньки, Антон Андреевич. Ведь не корзости ради, а только мы ради соединения сердец. Ну, что ж. Благодарю за чай. Вынужден откланяться. Ага. Службос. А варенье у вас отменное. Так может, с собой возьмете? К чаю вечером после трудов. Оно ж милое дело. Не откажусь. Вот и хорошо. Вот и чудно. Воистину, желудок враг человека. Ох, порадовали. И перчатки. Как? Ну, самозванец. Он вошел, фуражку снял, в горчатке фуражку кинул и на лавку положил. А потом убегал поспешно и оставил. Так что ж ты мне сразу не сказал? Где все это? О, сейчас. А варенье. Черт знает что такое. Да как они смеют? Да я все улажу. Наведаюсь к Трегубову, начальник полиции. Простите, тут из полиции прибыли. Следователь. Штольман. Вовремя. Давай его сюда. Вы уж помягче с ним, Антон Павлович. Все-таки полиция. Штольман Яков Платоныч, начальник сыскного отделения полиции. Львов Антон Павлович. Тимохин, купец первой гильдии. Что у вас там творится в вашем управлении, господин Штольман? Почему моим людям не позволяют забрать тело моего сына? Ведется следствие и, возможно, понадобится дополнительная экспертиза. Какие еще экспертизы? Я не давал разрешения на вскрытие. Я буду жаловаться! При определенных обстоятельствах вашего разрешения на вскрытие не требуется. В каких обстоятельствах? Вы меня простите, но я бы хотел продолжить разговор тет-а-тет. Алексей Михайлович, мой компаньон, у меня от него нет секретов. И, тем не менее, это полицейское расследование, так что я должен придерживаться установленных процедур. Разумеется. Я все понимаю. Я буду в коридоре. Благодарю. Есть подозрение, что ваш сын убит. Нет. Есть. ПОДПИШИСЬ, 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 ПОДПИШИСЬ! Что? Задушен. Как? Ведется следствие, и поэтому я должен задать вам несколько вопросов. Вы ведь в последнее время были в разногласиях с сыном? И что с того? Почему были против его брака среди иколчины? Вот это вас не касается. Зачем вы подослали в церковь своего человека? Какого человека? В какую церковь? Ваш сын должен был венчаться с госпожой Колчиной минувшей ночью. Но вот вместо него туда пришел кто-то другой, самозванец. В то время как ваш сын уже был мертв. Что вы об этом скажете? Вам что, плохо? Есть здесь кто-нибудь? Воды принесите. Ах ты господи, батюшка! Сейчас отпустят. Не надо привлечь. Разумеется. Я… Я зайду к вам в другой раз. Крутенько вы, господин следователь. А вы, господин Тимофин, здесь по делу? Да какие сейчас дела? Пришел поддержать Антона Павловича. Узнав о несчастье постигшему. Но дела-то у вас есть с Антоном Павловичем. Дела есть. Лес у него покупаю. Значит, наверняка и сына его хорошо знали. Да. Еще мальчонкой. Помню. Помогал в делах отцу? В торговле? Нет. Молодой офицер. Какая коммерция? Наслышан. Кутежи, дуэли. Ай, нехорошо. Ну, нехорошо так. А покойники-то? Что, хозяин? Лежат. За доктором послали. Я бы хотел поговорить с его дочерью. С Евгенией Антонной? Как узнали, заперлись у себя, плачут. И все же доложи. Решили всю семью извести? Господин Тимохин, я провожу следствие по делу о внезапной смерти. Причины которой пока не установлены. Так что ваша ирония здесь неуместна. Дух поручика Львова, явись. Ее здесь нет, но она очень в себе нуждается. Разбудите меня. Разбудите. Вас убили. Это она. Это во всем виновата она. Кто? Кто? Скажите мне, кто вас убил? Разбудите меня, пожалуйста. Я не понимаю. Пожалуйста, разбудите меня. Я все проспал. Разбудите меня. Говорите со мной или уходите. Разбудите меня. Разбудите меня, пожалуйста. А ну что с тобой? Ничего. Да и на себе лицами. Да ничего. А где дядя? У себя, наверное. Чем могу служить? Примите мои искренние соболезнования, но должен задать вам несколько вопросов. Я не буду мешать. Женечка, дорогая. Держитесь. Любая помощь. Все, чем могу. Мое почтение. Честь имею. Что вы хотели бы знать, господин Штольман? В каком часу вы вчера были у брата в гостинице? Около восьми вечера. О чем говорили? Он поссорился с отцом, и я хотела их помирить. Почему же ваш отец не хотел благословить брак вашего брата с госпожой Колчиной? Он считал, что это мезальянс. Ну да. Бедная гувернантка и наследник богатого состояния. И что же вы ему посоветовали? Я сказала ему, что нужно смириться. Что увлечение проходит, а семья важней. Не по годам мудро. Это вас отец об этом и попросил? Нет, нет, я сама. И что же, брат? Он, он только смеялся. Говорил, что я ничего не понимаю, что эта девушка – счастье всей его жизни. Все еще здесь. Он там стоит возле стены. Мне кажется, что он уснул и не может проснуться. Не понимает, что он умер. Ну, такое бывает. Бывает. С умершими во сне. И что же делать теперь? Ну, ничего. Ничего. Он со временем сам все поймет. Но он же не уходит. Он же что теперь, все время будет здесь торчать? Нет. Нет. Не надо обращать на него внимание. Он растворится сам. Скоро. Мне не нужно, чтобы он растворился. Я его вызвала сама. Мне надо, чтоб он поговорил со мной. А, ты хочешь, чтобы он с тобой был? Тогда мне нужно посмотреть в книге. Нужно посмотреть в книге. Скажите, а правду говорят, что он… что он отравился? Зачем вы подсыпали снотворное в шампанское брату? Я? Что вы такое говорите? Он… он открыл бутылку и пил. Я только пригубила. Зачем же мне… Господи. А вы знали, что этой ночью ваш брат собирался венчаться с госпожой Колчиной? Нет, я не знала. Он был так оживлен, так счастлив. Мы поговорили и я ушла. А почему же ваш брат вызвал на дуэль поручика Кожина? Я не знаю. Может, потому что он за вами ухаживал? Нет. Нет, совсем пустое. Это… Я знаю, что они поссорились, но причины я не знаю. Когда вы видели поручика в последний раз? Не помню. Может быть… Может быть, неделю назад. Есть подозрение, что поручик приехал в церковь вместо вашего брата и обвенчался с госпожой Колчиной, выдав себя за него. Зачем? А вы как думаете? Откуда я знаю? Я знаю, что это просто невозможно, что Кожин не мог. Он… Ничего больше не хотите добавить в следствие? Нет. Еще раз мои соболезнования. Угоняй! Угоняй! Пожалуйста. Я больше не могу. Угоняй! Ну, полно тебе право. Ну, возьмите себя в руки. Ну, вы же взрослый человек. Фу, что я несу. Аннет. Ну, к сожалению, сейчас у меня нету этой книги. Нету книги… Ты что, ее в карты проиграл? Бог с тобой. Бог с тобой. Она в закладе. Что? Ты… Ты книгу духа в кардека заложил? Аннет, ну, гладкая необходимость. Острая необходимость. Там, если помнишь, такие серебряные накладки и застежка тоже серебряные. Книгу можно выкупить. Но у меня нет на нынешний момент достаточно суммы. Сколько нужно? Восемнадцать. Рубей. У меня нет. А можно у мамы взять? Да. Тридцать рубчиков, пожалуй, будет в самый раз. Дядя, ну, ты же сказал восемнадцать. Аннет, я же не учитывал накладные расходы. То, все. Ну, ты… Ой, дядя. Ну, 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 ну. Что? Что? Что, ушел? Да. Вон он. Я за ним. Я с тобой. Нет, ты пойдешь в ломбард и ты полистаешь эту книгу. И ты найдешь, найдешь мне это заклинание. Ну… Аннет, а деньги? Аннет! А в церковь. Ага. Да. Взболи. Ага. Какая так? Ужить. Ага. 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 Продолжение следует... ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Анна Викторовна, не нужно туда идти. Что вы здесь делаете? Слежу за одной барышней. Я, как понимаю, вы тоже здесь не случайно? Я просто шла за... Мне показали этот дом. А почему я не могу туда войти? Там может скрываться опасный преступник. Его намерения у меня неизвестны. А вы со своими расспросами... В таком случае я приду сюда позже. Подождите, я жду объяснений. Коробейника! Иди сюда. Рад вас видеть. Что случилось? Есть подозрение, что в этом доме скрывается поручик Кожин. Именно так. Вот то, что он забыл в церкви. Вы уверены, что эти вещи принадлежат поручику? А кому же еще? Самозванник забыл в церкви. Я съездил в офицерское собрание, и там один капитан просветил меня по поводу дуэли между Львовым и Кожиным. И там же мне дали адрес Кожиным. Отличная работа, Антон Андреевич. Стараемся. Что-то госпожа Львова долго из дома не выходит. А она здесь? Она привела меня сюда. Сестра Львова. Вот что. Вы зайдите-ка внутрь, разузнайте, что там да как. Понял. Да только аккуратно. Нечего туда всей компанией являться. Понял. И мигом. Анна Викторовна, я жду объяснений, кто вас втянул в эту историю на этот раз. Лида Ковчина. Ее привез ко мне доктору. Доктор? Я поговорю с ним. Пожалуйста, не трогайте хотя бы доктора. Он просто хотел девушке помочь. Вы же видели, в каком он состоянии? В ужасном. Если вы что-то узнали от Лиды Ковчиной, почему не обратились ко мне? Чтоб вы отмахнулись от меня по обыкновению. Все приходится делать самой. Что значит самой? Кто вам дал полномочия вести самостоятельное расследование? Не кричите на меня. Я не ваша лифебель. Извините. Кожина нет. Но квартирная хозяйка сказала, что он заходил утром, пьяный и без головного убора. Львова нет. Она покинула помещение несколько мгновений назад. Вероятно, что через черный ход. Он несколько дней в загуле. Все сходится. Пьяный ночью поехал в церковь вместо своего врага Львова. Зачем ему это нужно? Месть. Да что за месть такая? Венчаться с чужой невестой. Он рассчитывал, что его не узнают. Значит, Евгения Львова приходит вечером к своему брату в гостиницу. Подсыпает ему снотворное в шампанское. А ее несостоявшийся жених Кожин явился в церковь, где повенчался с бедной Колчиной, сковав ее тем самым до конца дней. Месть. Я же говорю месть. А за что можно с такой жестокостью собственному брату отомстить? Кожина Львова убил. Сестра усыпила братца, послевился Кожина и задушил. И в церковь. Складно. Осталось только найти Кожина. Да. Задача для начинающего сыщика, Антон Андреевич, где можно найти офицера, который уже в запое несколько дней. Бордели. Браво. Кумован. Я с вами. Дед. Почему? Вы о моей нравственности печетесь? Я вообще-то там уже бывала. Вы забыли? Я хотел вас попросить о продолжении. Вы поговорите с Евгением Львовой. Хорошо. Вы хотите узнать, подсыпала ли она снотворное брату? Вы расспросите ее. Ну, сделайте вид, что сочувствуете. Скажите, что можете устроить встречу с ее братом. Я вообще-то это могу. Ну, так тем более. Добрый вечер, Яков Платоныч, Антон Андреевич. Надеюсь, ничего не случилось. Вы просто зашли на огонь. Парунчик Кожева. Случай, а у нее у вас гостят? Ох, как же-то. В восемнадцатом номере. Три дня как отдыхает. И в каком градусе прибывает? В постоянном. Но к разговору способен. А что-то случилось? Да вот поговорить с ним и нужно. Ах, нет. Только без стрельбы, я прошу вас. А что, вооружен? Револьвер при нем. Дамче пытался устроить стрельбу по бутылкам. Едва уняли. Мадам, просто решил немножко разрядить напряжение. Для этого у вас здесь есть другие возможности. Доброе здоровье, Яков Платоныч. Давненько к нам не заглядывали. Вороны? Ой, они душевные. Яков Платоныч, он душа-человек. Что-то поздно вы, господа. Я целый день вас жду. Паручик Кожин. Так точно? С кем имею честь? Следователь Штольман, это мой помощник Коробейников. У нас к вам несколько вопросов. Валяйте. Милая, поскучай немножко. Шампанского. Благодарю. Так вы нас ждали? Разумеется. К кому вы еще пойдете после самоубийства Львова? Откуда вы знаете, что это самоубийство? Говорят. Он же отравился. Где вы были сегодня ночью? Здесь, разумеется. Однако этой же ночью вы потеряли свою фуражку и перчатки. Довольно далеко отсюда. Откуда вы узнали? Нам все известно. Вы оставили это в церкви. В какой еще церкви? В той самой, в которой вы совершили неправедную месть свою. Это не мое. То есть, как? То есть, так. Она слишком новая, и у меня вот здесь пятно было. Да, я отлучался этой ночью, зашел в пару кабаков, где-то потерял. Но ни в какую церковь я не заходил. Антон Андреич, опросите девиц, когда здесь точно был поручик и в какое время отлучался. Слушаюсь. Значит, говорите, это не ваше. И вы не венчались с невестой поручика Львова? Я? Черт возьми! Господин следователь, кто из нас пьян? Значит, вы не были в церкви сегодня ночью? Полсотни верст отсюда. Нет. Конечно же, нет. Вы заходили к поручику Львову в гостиницу? Нет. Почему он вызвал вас на дуэль? Это я не знаю. Я его вызвал. А причину вам знать не обязательно. Ошибаетесь. Сейчас мы поедем в участок, вы там проспитесь в камере. И после этого мы с вами спокойно поговорим. Антон Андреич, сопроводите поручика в номер. Собирайтесь, собирайтесь. И оружие сдайте, чтоб без глупостей. Нет у него никакого алиби. Девицы путаются. Они числа сегодняшнего не помнят. Он мог вполне отлучиться на всю ночь, а они даже не заметили бы. Собирайтесь. Может вы мне одеться позволите? Безусловно. Но дверь не закрывайте. Да будет вам. Куда я денусь? Были прецеденты. Ладно. Прошу вас. За что его? Он вам не говорил, какое горе здесь заливает? А, ну как же-с. Три дня только об этом и плачет. Разрушился его брак. Значит, к вам утешаться пришел. А куда же еще? Где еще раненое сердце выслушает, обласкает, обогреет? Антон Андреевич, вы скоро? Антон Андреевич, карабельника! Антон Андреевич! Что стоим за врачом, посылайте! Нюхательную соль на шатырь воды несите! Антон Андреевич, карабельника! 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 Продолжение следует... Два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Редактор субтитров А.Семкин Барин, подайте копеечку. Прости, брат. Нету. Редактор субтитров А.Семкин Зачем? Да как же так? Я на секунду отвернулся, он ударил меня по голове. Зачем он это сделал? Зачем? Зачем? Вас по голове? Да нет, зачем он себе в голову? Карманы проверьте. Стойте. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Это он Точно он Алло 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 Это я Барин Я сейчас Тебе сделаю Брос револьвер Стой Не стрелять, братья его живым Дайте ему уйти Ну как же Погоняйте его, а отпустите А главное Главное проследите за ним Понял Ты его в гостинице видел Холодного Скажи, это он по рутику умер Упустила детей своих Даже не знаю, как это случилось Ну и не кори себя Ты все для них сделал Нет твоей вины Что у сына в голове завихрей не случилось Царство небесное Если б только у Сергея Не пойму, что с Женей творится Известно что Брата потеряла А тут Кожан этот застрелил Тут что-то другое Будто она что-то знает о смерти брата И скрывает от меня Не бери в голову Женщины Они На пустом месте Кренделя завернут Тем более дела такие Ну не надо, барин, не надо Пора уже отдыхать Пойдемте Постелька готова Ну вот так уйти Ну отдыхай Береги себя Чуть не забыл Тут счета за прошлый месяц Тебе на подпись Мои соболезновения Благодарю Печальные события Оттого что молодые люди Не думают о последствиях своих поступков Что вы хотите этим сказать? Братец ваш Рисковый был И вы такая же Не понимаю ваших намеков Все вы понимаете Если есть что сказать То скажите Может скажу А может не скажу Я еще не решила Кто вы? Поручик Кожин Зачем? Зачем вы это сделали? Она отступилась Бросила меня И ведь не вы были Самозваться Она предала меня Моя жизнь Подчинилась воле отца Завтра моя похорона Не знаю Придет ли она Хоть вы приходите Не спишь? А что же книга Дядя? Видишь ли Тут такое дело Деньги где? Как обстоятельства Мама больше не даст Я же в понедельник получаю перевод И мы сразу же все решим Сразу же Я тебе клянусь Это же временные трудности Клянусь Дядя Если мы с тобой Эту книгу потеряем То я тебе этого не прощу Аннет Аннет Это временные 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 Абсолютно временные Трудности И клянусь тебе Спокойной ночи Спокойной ночи А слово? Слово? Слово узнал? Слово узнал. Дух остроптивый, дух непокорный, слушай меня, говори со мной. Вот все. Это точно? Абсолютно. Абсолютно. Ты когда в контакт с духом войдешь, произнеси эту фразу три раза. Да? И тебя услышат не только он, но и все вокруг. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мена. Спокойной ночи. Спасибо, что пришли. Простите за мою резкость вчера. Да ну, что вы. Примите мою соболезнование. Можно вас на два слова? Конечно. Я вас очень прошу, помогите. Я хочу с ними поговорить обоими, попрощаться. Они ушли так внезапно. Я не могу. У меня не получается их отпустить. Вы же можете, вы же сказали. Могу, я могу. Конечно. Даже прямо сейчас. Сейчас? Да. А они здесь? Здесь, здесь. Поговорите с ними, они вас услышат. Идите, они ждут вас. Дух строптивый, неугомонный. Слушай меня. Говори с вами. Анна Викторовна, простите, что я поздно. Что это с ней? Мешать. Помешалась с горем? Она говорит с женихом и братом. Ну, то есть, я посоветовала ей выговориться, как если бы она говорила с ними. Нужно дать выход чувству. Я понимаю. Когда же она выговорится? Да не мешайте ей. Да нет, я не мешаю. Просто она очень многого не успела сказать мне при жизни. По-моему, слишком много не успела сказать. Должно быть, это тяжело. Вы знаете, вы слишком все близко принимаете к сердцу. Это же, это не ваша история. Не моя. Я просто подумала о своей, о нашей с вами истории. Мне так много хочется вам сказать, но я почему-то никогда не могу этого сделать. Аня, то, что вы видели в кафе, это, это совершенно ничего не значит. Это был ее жест. Я… Это не важно. Я о другом. Просто я вдруг подумала, а что, если я умру завтра, я не успею вам сказать. Вы что такое говорите? Вы… Вы даже не думаете… Госпожа Львова, мои соболезнования, я должен вас сопроводить в участок для допроса и следственного убийства. Да-да. Я арестована. Нет, но дело срочное. Я прошу, у меня экипаж. Мне кажется, что они слышали меня. Они говорили со мной только без слов. Если бы мы могли поговорить так раньше… Я рада, очень. Теперь самое время со всем этим разобраться и поставить все точки. Да. Да, конечно. Я готова. Да. Это он был в церкви. Кто это? Некто барин. Брачный аферист. Господи. Сударыня, посмотрите, пожалуйста. Да. Это то самое кольцо. У меня такое же. Вы знаете некоего холодного? Кого? А кто это? Бандит. Помимо чего, что я не знаю с бандитами. Однако с барином вы знакомы. С барином? Брачный аферист. Барин. Вы наняли его для розыгрыша в церкви. Да. Я наняла некого господина. Хотели отомстить брату? Да. Поручик Кожин сделал мне предложение, но брат считал, что Кожин мне не пара. И восстановил отца против нашего брака. Ну что, вы довольны? Возьмите. Это ваше. Он же простил меня. Они, Богу, меня простили. Проходите. Игорь Негода. perюшает. Игорь Негода. КОНЕЦ. Проводится опознание. Поближе, подойдите. Вы знаете этого человека? Да. Я не хотела смерти брата и жениха. Да. У нас были сложные отношения с братом, мы любили друг друга. Но он решил, что Кожин мне не пара. Он вызвал его на разговор, оскорбил и… Поэтому Эдуэль? Да, Кожин вызвал его. Я не могла допустить, чтобы брат убил жениха или жених брата и заставил их покончить миром. Но брат все равно не отказался от своей идеи расстроить наш союз и настроил отца против жениха. И отец лишил меня своего благословения. И придан его. Что вы решили отомстить брату, расстроив его тайное венчание? Как вы нашли этого господина по кличке Барин? Я слышала о нем от нашей экономки, она же у нас и свела. Теперь у поручика мертвы и барин тоже. Он что, шантажировал вас? Да. Это он убил брата? Нет. Вы должны помочь нам найти настоящего убийцу. Я? А… 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 как? Где документы, которые вы забрали у брата из гостиничного номера? Ну, зачем они вам? Брат похвастался, что заставят Тимохина выложить за них большую сумму. И тем самым обеспечит себя и невесту. И когда он заснул, я подумала… Что, вы сможете обеспечить свою жизнь с Кожиным? Да. Сейчас это звучит ужасно, но тогда мне показалось это удачным планом. Когда Сергей заснул, я взяла папки и ушла. Вы уже говорили с Тимохиным? Нет. Пишите ему. Принесли? Разумеется, нет. Вы меня что, за дуру держите? Приносить документы в безлюдное место? У меня совсем за разбойника считается. А кто же я? Убийца? Не хотел я смерти вашего брата. Так ведь он, знаете, не ангел. Сдумал меня шантажировать. Меня. Где документы? В надёжном месте. Сначала договоримся о цене. Может, договоримся? Цена возрастает вдвое. Что за семейка? Вымогатель. А кого вы такие? Папаша ваш. Приличный человек. А я с вами торговаться не буду. Меня уже вызывали в полицию, но вас я не выдала. Цена вдвое или я передумала? Не горячитесь, Евгения Антоновна. Мы поступим следующим образом. Меня просто отведёте туда, где документы. Тихо, Милочка. Тихо. А деньги забудьте. Наградой вам будет жизнь, которую Рома оставит. Тимофеев, вниз места! Бросай револьвер! А ну стой! Вы целы? Чего вы ждали? Чего? Признание, Тимофеев. А князь сейчас дома? В отъезде, насколько мне известно. Пожалуйста. Здравствуй, дорогая. Как ты себя чувствуешь? А мы тут читали сказки Пушкина. Ух ты! Тебе нравится? Я в кориторе побуду. Здравствуй. Ты хочешь, чтобы я тебя почитала? Или ты хочешь, чтобы мы пошли гулять? Читать. Почитать. Хорошо. Сейчас. Ветер по морю гуляет и кораблик подгорает. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Тебе нравится? Ветер муры волны, в муры рваться парус. Падать в море с неба. Элис, это твои стихи. Никогда не видеть. Ты никогда не видела море? Ну, что ж, я тоже никогда его не видела. Ну, разве только на картинах или во сне? Подожди. Элис, ты не могла его не видеть? Ты не могла его не видеть, потому что из Англии к нам можно приплыть только на корабле. Ты не хочешь, чтобы я тебя больше читала? Ты хочешь, чтобы я ушла? Ну, хорошо. Хорошо, но я обязательно к тебе приду. Скоро. Что ж, вам так и не удалось вызвать дух Сережи? Он приходил. Несколько раз я пыталась заговорить с ним. Он мне не отвечал. Тяжело ему. Он страдает? Он все время повторяет, что он в кошмаре и не может проснуться. Это последствия того, что он меня во сне. Он теперь навсегда в кошмаре? Нет. Со временем дух осознает, что… что это не сон, и он уже в другом мире. И что тогда? Я не знаю. Разве вы не знаете, как это там все устроено? Нет. Это вам в церкви лучше объяснят. Про отрай? Я понимаю, вы беспокоитесь. Но мы никак не можем повлиять на то, что происходит там, в другом мире. Разве что молиться. Я буду молиться. Молитесь. Это поможет ему. Я буду молиться, чтобы он попал в ад. Вы обижены на нем? Гореть ему в аду. Так ему и передайте. Нечего мне говорить. Что я должен перед вами тут исповедоваться? Тогда я вам расскажу. Поручик Львов служил при штабе гарнизона. И, вероятно, каким-то образом, может случайно, он узнал о ваших махинациях по поставкам в армию. Вы продавали пшеницу в сговоре с интендантом по завышенной цене. Как именно он это понял, это не важно. И мы это никогда не узнаем. Ему нужны были деньги для того, чтобы жить с Лидией Колчиной. Вот он и выкрал эти документы, подтверждающие ваши махинации. Для того, чтобы шантажировать вас. Ну, положим, он шантажировал. Да я не поддался. Мальчишка. Мне достаточно было слово сказать его отцу, чтобы разуметь, сыночка. То-то и странно. Зачем было убивать? Я не убивал и не думал даже. Конечно, вы не убивали. Холодный убил. Не знаю никакого холодного. Да будет вам. Вы приказали убить шантажиста. Да вздор! Не собляк этот не помеха. Мы все равно докажем, что вы заказчик этого убийства. Да не убивал я. Я знаю. А-а-а! Стоять! Стой! Стоять! 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 А-а-а-а-а! Отвечай или выстрелю прямо здесь. При попытке в бегство. Отвечай! Яков Платоныч, мне кажется, что все не так, как кажется. Ну, это уж как водится. Я сегодня видела Колчину, она себя очень странно вела. Такое чувство, словно она… Не слишком любила своего жениха? Да. Я вам больше скажу, она его ненавидела. Вы присаживайтесь. У нас как раз есть немного времени, пока госпожу Колчину доставят сюда. Все очень просто. Когда я узнал, что поручик Львов был уволен из-за убийства сослуживца, я отправил запрос в Ржев, где квартировался его полк. И сегодня пришел ответ на этот запрос. Убитого поручика звали Колчину. Два месяца назад Лидия Колчина приехала сюда, в Затонск, и влюбила в себя убийцу своего брата. Я очень любила своего брата. А какой-то подонок взял и убил его. Понимаете, просто так убил. Ссора была из-за пустяка. Львов вызвал брата и убил просто так, от скуки. И какая же кара последовала ему за это? Его уволили из полка. Просто уволили. А вы отомстили. Да, он убил моего брата, но это убийство никто не считает. Вы понимаете? Это дуэль. Как это не назови? Это было убийство. Как вы нашли Холодного? Искала я нашла. В наше время не так уж сложно менять убийцу, если есть деньги. Зачем вам понадобился весь этот спектакль с венчанием? Как это называется? Алиби? Она ждала его в церкви, а он погиб в гостинице. Прекрасное алиби. Блестяще. Мне это и в голову не могло прийти. Да у вас прекрасно бы все получилось, если бы Евгения Львова не придумал сорвать венчание своего брата. Представляю, как вы были потрясены, когда, имитируя ожидание жениха, вы вдруг увидели, что он входит в церковь. Да, это было ужасно. Я сначала подумала, что он как-то обманул убийцу и теперь все знает. А потом увидели, что это вообще не он. Да, это было непонятно. Прям какой-то водевиль. Львов знает, что это я его? Да, теперь уже да. Передайте ему, прощения не будет. Я его проклинаю. А как состояние той девушки, которую приютил князь? Вы пока без нее. Она все еще не пришла к себе? К сожалению, да. А это мне заразно. Маритинович, ну что вы? Безумие. Это же не вирус. Он не передается человек к человеку. Я в последнее время очень беспокоюсь за Анну. Она к ней зачастила. Ну, какая радость разговаривать сумасшедшей. Ну, посмотрите на свою дачу. Анна Викторовна, очень добрая сердца. Скажите, а правда ли, что эта мстительница, Ковчина, прибыла в Затон специально, чтобы погубить Львова? Да, это правда. Какое коварство. Сначала влюбить в себя, а потом подоставить наемного убийцу. Еще это венчание тайное. Ну, это уж чудовищный план. Ну, Львова тоже хороша. Сорвать венчание брата. Не менее чудовищный план. Вообще, на подобное, на мой взгляд, способна исключительно женщина. Исключительно женщина. Отчаявшаяся женщина. Кого? Отчаявшаяся женщина. Отчаявшаяся женщина. Абсолютно. Отчаявшаяся женщина. Вот какое дело. Одна из моих книг в закладе. Ну, необходимости возникла. Необходимость острая. Одна из моих книг в закладе. Ну, тридцать. Я имею в виду, не могу ли я одолжиться у тебя тридцатью рублей. Послушай, это случайно уж неделя тридцать рублей, которые Анна уже бросила у Маши. По ней. Ну, как только поступит перевод, я верну. Шестьдесят. Разумеется. Разумеется. Да. Поскятительно. Один сплажной восторг. Антон Андреевич, вы не перестаете меня удивлять. Ну, это все, Анна Викторовна. Какой чудесный дуэт, Анюта. Я требую, я требую, чтобы ты с Антоном… Антоном Андреевичем. Антоном Андреевичем выучила еще несколько вещей. Все лучше, чем эти бесконечные споритические сеансы. А теперь, господа, десерт. Прошу всех с тобой. Готовы? Да, да, да. Анель. Да. Вы прекрасно играли. Да, вы слушали. Мне казалось, вы с дядей болтали. Это дядя ваш болтал. Не терпелось ему высказаться о коварстве женщин вообще и госпожи Полчины в частности. Да, ужасная история. До сих пор не могу опомниться. Я уж приятного мало. Да ведь все это ваши мужские игры со смертью. Ведь, ну, по сути, она права. Дуэль – это тоже убийство. Не могу с вами согласиться. Да ни в чем-то вы не можете со мной согласиться. Дуэль и убийство – это совершенно разные вещи. Даже, казалось бы, в самых очевидных вещах. И вот интересно, это только со мной у вас так или вообще с женщинами? Даже никогда об этом не задумывался? Да и не стоит. Очень сложно. У вас ведь как все? Очень просто. Вот встали друг напротив друга – бах! И все. Все. Все решено. Вот как вы обо мне думаете. Вчера на кладбище вы хотели мне что-то сказать. Останьтесь. Это было под влиянием минуты. Пойдемте. Кофе стынет. Кофе стынет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok